Мест больше нет. Как и стен, окон и крыши. Еще один участок на берегу Катуни возвращают в первоначальный вид. Эти земли предназначены исключительно под сельхоздеятельность, точнее пасеку. Но по факту владелец решил сделать здесь свой собственный бизнес. Открыл базу отдыха и сдавал домики туристам. Налоги не платил. Факт нарушения был выявлен во время рейдов сотрудников земельного контроля. В октябре уже с решением суда пришли судебные приставы. Сейчас решение у нас, два судебных решения на 11 домов. Один на Анучино, один на Сафроново. Вот это Сафроново, 11 домов вот эти все. 11 домов под снос, а вместе с ними и все сопутствующие постройки. Такой же неприятный момент пришлось пережить и владельцу базы по соседству. Мало того, что собственник земли незаконно ведет здесь предпринимательскую деятельность, так и сам объект был построен без разрешения. Коммуникации тоже подключены нелегально. Решение суда не обсуждается, а исполняется. Заместитель председателя правительства Республики Алтай Александр Прокопьев лично контролирует этот вопрос. В ходе судебно-технических экспертиз было выявлено, что туристические базы Алтай Эко-Вилледж и Манжурок РФ построены на землях сельхозназначения. Постановление суда о сносе данных объектов вступило в законную силу и сегодня под контролем Федеральной службы судебных приставов приводится в исполнение. Напомню, что в случае выявления нарушений мы предоставляем возможность полной легализации. Такая мера, как снос объекта, принимается только в случае отказа работать в правовом поле. Всего в Республике Алтай выявлено около 200 объектов сельхозземель, где ведется незаконная туристическая деятельность. Лишь часть собственников добровольно начали процедуру приведения в соответствии с законом имеющихся документов. По остальным из них составлены материалы. Их передают в правоохранительные органы. Недобросовестных предпринимателей ждут серьезные санкции от крупных штрафов до сноса объектов и потери бизнеса.